Не прошли отбор. Четыре человека выбыли из гонки на пост главы Наринмара. Утечка в образовании. Задания Всероссийской школьной олимпиады просочились в сеть интернет. Накрыло карантином. Занятия в восьми образовательных учреждениях НАО приостановлены из ОРВИ. С главными событиями дня в студии Ирина Цепетова. В гонке за пост мэра остались три кандидата. По мнению комиссии, только у троих – Олега Белака, Андрея Бережнова и Александра Циварева – документы оформлены так, что их можно допустить до конкурса на должность главы города, сообщается на официальном сайте Горсовета. Подробнее о принятом комиссии решений в интервью нам рассказал член конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Наринмара Елена Маркелова. В сентябре прошлого года депутатами городского совета принято решение об утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования городской округ город Наринмар. В соответствии с этим документом в декабре прошлого года с городским советом сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра и объявлен конкурс на эту должность. В состав комиссии вошли пять депутатов городского совета и столько же представителей от губернатора Ниньского автономного округа. В период с 27 декабря прошлого года по 16 января текущего года включительно комиссии принимались документы от потенциальных кандидатов на должность главы города. Документы принимал аппарат городского совета, после чего они передавались в конкурсную комиссию. По окончании приема документов комиссия тщательно изучала их и прежде всего в соответствии с положением проверялись полнота и правильность оформления документов, представленных кандидатами. Естественно, на комиссии лежит ответственность за качество проверки и проверялись они в части соответствия требованиям действующего законодательства. Внимательно изучив данные документы, которые были представлены кандидатами, комиссия в составе десяти человек выявила ряд нарушений в оформлении этих документов в части несоответствия их действующему законодательству, в том числе антикоррупционному законодательству. В этой связи комиссии было принято решение о невозможности допуска ряда кандидатов до участия в конкурсе. Причина, надо отметить, это несоблюдение требований положения о конкурсе, которое было утверждено решением городского совета. Задания регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников попали в интернет. Ранее было известно об утечке заданий по литературе. По информации независимого педагогического издания «Учительская газета», теперь в сеть попали олимпиадные задания еще по ряду предметов, в том числе по физике и русскому языку. В связи с этим Миноборнауки принял решение ужесточить правила проведения испытаний. Как нам рассказали в Ненецком региональном центре развития образования, в адрес всех субъектов поступили письма от Министерства образования о необходимости принятия дополнительных мер по сохранению секретности олимпиадных заданий. Необходимо усилить контроль за их пересылкой. Дополнительная ответственность возложена и на ответственных лиц, которые имеют доступ к материалам. Министерство образования и науки Российской Федерации рекомендовало использовать защищенные каналы передачи информации, которые используются во время проведения ИГЭ, единого государственного экзамена. Такая возможность в Ненецком автономном округе есть, и мы сейчас уже рассмотрели ее, и поэтому все те олимпиадные задания, которые будут поступать лицу, которые имеют доступ к открытию олимпиадных заданий, они будут пересылаться в населенные пункты Ненецкого автономного округа по таким защищенным каналам. По решению Миноборнауки доступ к получению олимпиадных заданий будет открыт за два часа до начала испытания. Это позволит исключить возможность слива информации в интернет. Мы должны за два часа успеть распечатать работу и доставить ее в тот или иной пункт проведения Всероссийской Олимпиады школьников, в котором она проходит в соответствии с распоряжением Департамента образования, культуры и спорта. Работа поступает за два часа до начала олимпиады, и ответы приходят уже после того, как олимпиада завершается. Региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников в Ненецком округе проводится на базе первой, четвертой и пятой школ, в Ненецком аграрно-экономическом техникуме и во дворце спорта «Норд». Учащиеся сельских школ сдают тестирование в своих населенных пунктах под строгим наблюдением ответственных лиц. Здесь учтены определенные меры безопасности. Работу они пишут с видеонаблюдением. Видеонаблюдение передается к нам в центр, мы просматриваем его. Также при написании олимпиадной работы присутствуют общественные наблюдатели, которые утверждены администрацией того населенного пункта, в котором проходит олимпиада. Кто сливает задания в интернет и зачем это нужно, сейчас сложно сказать однозначно. Возможно, это проделки хакеров или противников современной системы образования. Но какую бы цель не преследовали зачинщики данного скандала, организаторы Олимпиады уверены, участники тестирования вряд ли будут искать в интернете готовые задания и ответы к ним. Ведь в интеллектуальном состязании участвуют одаренные школьники, которые привыкли полагаться исключительно на свои знания. Ирина Нижалова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Округ на карантине. Занятия в восьми образовательных учреждениях НАУ приостановлены из-за ОРВИ. Часть из них полностью на карантине, в нескольких закрыты только отдельные группы и классы. На период эпидемического подъема заболеваемости, гриппами, острыми респираторно-вирусными инфекциями в регионе введен комплекс ограничительных мероприятий. Об этом в телефонном интервью нам рассказала главный консультант управления образования НАУ Татьяна Буторина. У нас полностью закрыты детский сад Тельвиска и школа в Тельвиске. И детский сад в поселке Харута. В первой школе у нас закрыто два класса и по одной группе в детских садах. Семицветик, Ромашка, Теремок и Радуга. Согласно постановлению Роспотребнадзора, закрытие на карантин идет от 7 до 9 дней. Информация от учреждения актуализируется в Департаменте образования, культуры и спорта НАУ ежедневно. На карантин класс, группы или учреждения закрываются при одновременном отсутствии более 20% детей на срок не менее 7 суток. Как сообщили в профильном департаменте, на сегодня работа учреждений и отдельных групп приостановлена в среднем на 7-9 дней. На сегодня эпидпорог по ОРВИ превышен на 71,7%. На период эпидемического подъема заболеваемости, гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями в регионе введен комплекс ограничительных мероприятий. В частности, учреждения образования, культуры и спорта запрещено проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях. В медицинских организациях региона к больным, находящимся на стационарном лечении, не допускаются посетители. В поликлиниках с 19 по 26 января закрыты профилактические приемы здоровых детей. Социальные выплаты жителям округа будут перечислены 25 января. Перенос сроков связан с сокращением доходов бюджета. Первые налоги в казну поступят только в феврале. Для того, чтобы жители Неницкого округа получили причитающиеся им выплаты, регион берет казначейский кредит под низкий процент. Следовательно, социальные выплаты будут перечислены сразу после поступления доходов. И сегодня, чтобы решить вопрос выплаты заработной платы бюджетным работникам, работникам бюджетных учреждений, с выплатом мерцов в поддержке, принято решение, чтобы взять на этот период казначейский кредит. Сейчас идет оформление документов и планируем, что выплаты мы начнем осуществлять с 25-го числа. 25-го, 26-го мы произведем все выплаты в полном объеме. На будущее выплаты будут произведены в пределах 20-х числа каждого месяца. Также хотелось бы отметить, что небольшие налогопоступления все-таки идут в бюджет. И вот на сегодняшний день мы перечислили детские. Ярмарка с благотворительными целями. Жители округа продолжают собирать средства на лечение землячки жительницы села Тельвиска. Жители Ненецкого округа собирают деньги на операцию для жительницы села Тельвиска. Наталье Степкиной поставлен диагноз «рак желудка». Она проходит лечение в Израиле. После курса химиотерапии потребуется операция стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей. Половину суммы на спасение жизни жители округа собрали на благотворительных вечерах и перевели на счет семьи. Еще 89 тысяч собрали на ярмарке в социально-гуманитарном колледже, где побывала наша съемочная группа. Мама, состояние очень хорошее, получше стало. Курс химиотерапии проходит. Чувствую себя лучше. Всем передавала огромный привет и большое спасибо за сбор денежных средств. Всем очень благодарна. Ирина – дочь Натальи Степкиной, которой требуется сложная операция после химиотерапии. Именно вторая Б-группа, где учится Ирина, стала инициатором благотворительной ярмарки. Сначала мы планировали, конечно, небольшую ярмарку для своих работников и студентов. Но как-то в процессе подготовки что-то стало расширяться, стали в соцсетях распространять объявления. Люди очень активно откликались. Абсолютно незнакомые люди приносили пакеты с вещами, косметикой, сувенирами, мыло, свечи и так далее для продажи. Студенты и преподаватели принесли на продажу разнообразную выпечку, полезную мелочь, одежду. Учащиеся дизайнерской группы приготовили сувениры ручной работы. К ярмарке присоединились первая и четвёртая школы, магазины КПЗ, некоммерческая организация «Чудо-ручки». Товары шли на ура. Больше всего берут мыло ручной работы, также берут сумки, ну и косметику, ладья. Благодаря ярмарке семье Стёпкиных удалось собрать ещё 89 тысяч. Ранее население региона пожертвовало на лечение землячки 600 тысяч. Это половина необходимой суммы. Всю информацию по перечислению средств на лечение можно узнать в группе «Если сможешь, помоги» в социальной сети ВКонтакте. Ежедневно близкие и родственники размещают там информацию о ходе сбора средств и самочувствии Наталии. Валентина Чибич, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Около 5000 люминесцентных ламп обнаружены вблизи аэропорта Наринмара. Груда безобидных, на первый взгляд, отходов крайне опасна. Лампы содержат ртуть, которая чрезвычайно вредна для человека и окружающей среды. Кто организовал несанкционированную свалку с опасными отходами, выясняли активисты Общероссийского народного фронта. Груда сложенных друг на друга картонных коробок. В каждой из них порядка 30 люминесцентных ламп. Активисты Общероссийского народного фронта на вскидку определили. В этом брошенном складе порядка 5000 ламп – ртуть содержащих. Они включены в перечень отходов первого класса опасности. А это значит – чрезвычайно опасны для здоровья человека. Мы видим земельное участок, которое никаким образом не ограждён. Лежат под открытым небом, какими-то кусками полиэтилена прикрытые. В принципе, здесь и дети ходят, гуляют, и эти лампы бьют, и сами могут пораниться. Как выяснилось, свалку в черте города организовала компания «Экология». Организация за деньги принимала от населения лампы на утилизацию, но свою работу не завершила. Муниципальный контроль занимался этим вопросом. И в декабре нам они устно ответили, что, к сожалению, собственников этого безобразия, они не могут пока найти, в общем-то, нет зоны доступа. И вопрос, они как бы остаются открытым. Положить конец опасной свалки решили общественники. В адрес Росприроднадзора по Ненинскому округу и в прокуратуру были отправлены соответствующие запросы с просьбой принять меры реагирования по данному нарушению. В 2017 году Общероссийский народный фронт запустит проект по экологическому просвещению «За чистый округ». Его цель – объединить жителей округа для наведения чистоты и порядка в регионе. По мнению активистов, в первую очередь необходимо ликвидировать несанкционированные свалки. Для этого будет создана специальная интерактивная карта. Во всех соцсетях создана группа, где каждый житель может разместить фотографию, допустим, где несанкционированная свалка, и указать координаты, и мы будем реагировать уже именно на это обращение. То есть, как бы уже дальше прорабатывать вопрос, чтобы как-то ликвидировать эти свалки. Во-вторых, необходимо наладить работу по утилизации опасных отходов. Активисты провели мониторинг и узнали о пунктах приема ртуть-содержащих и люминесцентных ламп. «Граждане имеют возможность сдать данные лампы управляющим компаниям. Той управляющей компании, в которой они обслуживаются. Мы прозвонили все управляющие компании, которые у нас в округе есть, и от всех получили положительный ответ. То есть, они принимают у населения данные лампы. Важный момент, что данные лампы нужно сдавать в заводской упаковке. То есть, либо в любой другой упаковке, потому что дальше управляющие компании тоже только в заводской упаковке могут их сдать». Юридическим лицам необходимо заключать договоры с организациями, которые имеют лицензию на утилизацию. В Наринмаре две такие компании – «Экология» и «КТА Лес». Стоимость утилизации одной лампы – порядка 90 рублей. Что касается утилизации батареек, то специального пункта приёма и утилизации в Ненецком округе нет. Их можно принести в свои управляющие компании или в молодёжный центр. За четыре месяца там собрали порядка 30 килограммов батареек. В конце января сотрудники своими силами вывезут груз в Архангельск, где есть пункты утилизации. Акция «Батарейки сдавайтесь» будет продолжена. Любой житель нашего округа может принести в любое время батарейки либо сюда, в молодёжный центр, либо в магазин электротовары, а также к нам присоединяется магазин «Позитон». Могут привезти, а мы уже при мере возможности своими силами будем отвозить. Общественные организации отмечают, большинство граждан просто не знает о том, насколько опасны те же батарейки или лампы. Поэтому они оказываются в мусорном ведре, а потом на свалке. В магазинах, где торгуют осветительной техникой, отсутствует информация о содержании ртути в лампах, о мерах безопасности и о том, что такие лампы надо сдавать. Кроме того, в Ненецком округе нет единого портала, где можно узнать, куда сдать батарейки, лампы, градусники, как утилизировать старый автомобиль, покрышки и многое другое. Возможно, в год экологии такой ресурс появится и в Ненецком округе. Валентина Чебичек, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Для тех, кто планирует отпуск и не знает, куда отправиться отдохнуть. Наша съемочная группа побывала в Крыму и готова познакомить вас с Севастополем. Январь – лучший месяц для покупки выгодных путевок, считают специалисты туриндустрии. Собираясь в путешествия, каждый из нас изучает десятки предложений и маршрутов, чтобы найти лучшее место для проведения отпуска. Одним из таких направлений может стать Севастополь. Там побывала Мария Владимирова и сегодня она расскажет о красотах, с которыми можно познакомиться, отправляясь на морские прогулки. На территории Севастополя насчитывается свыше 200 памятников археологии, истории, архитектуры, градостроительства и монументального искусства. В Севастополе мягкий природный климат и незамерзающие морские бухты. Одна из них – Балаклавская. С ее достопримечательностями знакомимся в ходе прогулки на катере Федор Шаляпин. Уникальность Балаклавской бухты – это структура нашей бухты, то есть ход в бухту Z-образный. Поэтому независимо от того, что творится в море, в бухте всегда тихо. Сейчас мы в море вышли, чуть-чуть, видите, чуть-чуть покачивает, чуть-чуть ветра больше. Прогулка по Балаклавской бухте – насыщенный рейс. Максимум впечатлений за непродолжительное время. Отсюда открывается великолепнейший мыс Ая или Священный мыс, самый высокий на Черноморском побережье. Его высота составляет 583 метра. Все зеленые насаждения природные. В заповедной зоне произрастает 17 разновидностей можжевеловых растений, включая сосну Станкевича. Дышать этим хвойным воздухом полезно тем, кто страдает легочными заболеваниями. Отсюда же с бухтой открывается вид на гору Спящая красавица. Горные породы сложены в очертания женского лица. И это лишь малая часть балаклавских красот и достопримечательностей. Бухту по-другому называют рыбий мешок или рыбье гнездо. Прокатиться на катере по Балаклавской бухте можно в любое время года. Летом это делают преимущественно туристы, отдыхающие здесь, на море. Ну а зимой приезжают сюда любители рыбной ловли. Они берут этот катер в аренду, этот или любой другой, и выезжают в море, чтобы ловить рыбу любым удобным способом. В Балаклавской бухте ловится луфарь, ставрида, пикша и окунь. Ее ловят в море или с берега. А еще здесь снимались многочисленные фильмы. Один из них – Человек-амфибия. В общем, посмотреть есть на что. И туристы этим пользуются. Балаклава популярна в любое время года. На развитие туризма в Балаклаве власти Севастополя планируют привлечь не менее 20 миллиардов рублей бюджетных и внебюджетных инвестиций. Этот проект называют для региона одним из приоритетных. Существует поручение госсовета относительно того, чтобы Балаклаву превратить в международный центр туризма. В этом смысле планируется создание современной гавани, создание в городе настоящего социокультурного центра. Более того, мы выводим часть мощностей и рудоуправления. У нас возникает территория под девелом. Балаклава существенно преобразуется. Преобразуется и в размерах, и в инфраструктуре, и в стандартах качества. Я думаю, что мы все-таки в ближайшие пять лет получим возможность там функционировать как территория свободного порта. Тем, чтобы у нас гостям, приезжающим из-за границы, было достаточно легко туда, как в пешем формате, так и пребывающим на своих яхтах, посещать этот город. Оценить красоты с моря можно и в Севастопольской бухте на колесном теплоходе «Доброход». «Доброход» Севастополю подарил Нижний Новгород. Теплоход осуществляет прогулки по бухте, размещая на своем борту до 200 человек. «Доброход» непременно провезет вас мимо памятника затопленным кораблям. Он является эмблемой города и частью официального герба Севастополя. Также вы проследуете мимо монументу матросу и солдату. Севастополь – самый героический военный порт России. Ему доводилось несколько раз играть в истории страны судьбоносное значение. О них расскажем в следующем сюжете. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, телеканал «Север», Севастополь. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Адрес www.рк.север.ру. Далее прогноз погоды.